Сегодня в Казани выступает один из самых востребованных лириков нашего времени, автор и исполнитель Олег Митяев. Создатель таких хитов, как «Лето, это маленькая жизнь» или «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», говорит о том, что наступило время, когда уже нужно защищать Пушкина от полного забвения. Один из создателей альбома «Да здравствуют музы» на стихе Александра Пушкина уверен, что о сохранении национального достояния нужно трубить во все колокола. Перед концертом в Казани Олег Митяев заглянул и в нашу телекомпанию. В детстве Олег Митяев мечтал стать кинологом, а сейчас восстанавливает храмы и пытается внедрить в умы нового поколения уроки русской словесности. Песни автора, да и сами тексты его стали уже общественным достоянием. Хотя, к слову, миссия, применительна к себе, Олег относится с легкой иронией. Лирика и романтика – это разные вещи. Что романтики, они придумывают такой вот какой-то другой мир, им не нравится вот это все. А лирики, наоборот, поэтизируют окружающую действительность. То есть вот им все нравится как раз. И дождь, и снег, и бревана сверху. Добрым утром, любимая, милая, ты моя. В Казани у Митяева немало поклонников и единомышленников, говорящих на одном языке, которые с гадами мудреют и обрастают только романтизмом. А вот политические дебри по поводу передела мира или юбилей российского путча лучше оставить на других оппонентов. Сейчас такое время, что сколько там они и бодаются, и все открыто говорят, да, а никто не слышит. Как-то, видимо, кто-то делает свое дело. А куда мы идем, непонятно. Вот. Но это такие дебри политические. Меня гораздо больше интересует какой-нибудь снег или дождь в 93-м году. И дружба, и любовь. Лето – это маленькая жизнь. Поросли тихо подрастает на щеках. Поросли... Один из своих альбомов Олег Митяев назвал весьма рискованно. Романтики больше не будет. Однако до последнего времени он и не выходит из состояния вечной влюбленности в жизнь. Юра Шевчук как-то сказал, что, когда его спросили про Митяева, он сказал, ну, должен же кто-то залечивать раны после боя. То есть в этом определении какое-то есть такое сермяга. Дмитрий Пивоваров, Олег Вишенголов, телеканал «Эфир».